Привет! В этом видео я отвечу на вопросы об интервальном голодании и кетозе. Мне задают много вопросов, и в этом видео я на них отвечу. Первый вопрос — можно ли жевательную резинку на кето-диете? Можно, это не будет ни на что влиять. Только я рекомендую жвачку с ксилитом, а не аспартамом. Довольно многие идут с аспартамом, так что... Да, жвачку можно. Можно воду с лимоном? Да, вообще без проблем. Лимонный сок совершенно не проблема. Он очень кислый, сахара почти нет. Сок Витграса в порошке. Я самого принимаю во время голодания, это не проблема. Это мультивитамины, микроэлементы, там есть всё. Протеиновый порошок, если только с едой. Это белок, поэтому повысит уровень инсулина, особенно если это обезжиренный протеин или сывороточный. Стоит добавить жира и есть после еды или во время еды, но не в качестве перекуса. Чит-день. Я уже снимал об этом видео. Нет, в моей программе чит-день не предусмотрен. Дело в том, что когда вы устраиваете себе чит-день, вас выбрасывает из китоза на долгое время. Чтобы войти в китоз, требуется время. И чтобы вернуться в него, тоже нужно некоторое время. Некоторым потребуется три дня, а у некоторых это может занять целую неделю. Я не шучу. Это не будет быстро. Это может объяснить, почему вы не худеете. Ведь если устраивать чит-день два раза в неделю, результаты сойдут на нет. И смотря что и сколько вы съели. Калории и двухразовое питание. Как уместить все калории в два приема пищи или даже в один? Тут нужен баланс. Не надо пихать в себя такие огромные порции, что потом весь день не пошевелиться. Нужно есть качественную, здоровую еду, богатую питательными веществами. Я всегда рекомендую кейл-шейк. В нем больше нутриентов, чем в другой зелени. Ешьте лосось. Он качественнее, чем курятина. Возможно, стоит дополнительно принимать некоторые нутриенты. Но вовсе не обязательно объедаться двумя большущими порциями. Просто ешьте до сытости. И, кстати, тело приспособится к такому количеству калорий. Существует заблуждение, что если есть реже, то вы заморите себя голодом, и это замедлит обмен веществ. Это неправда. Ваша пища богата питательными веществами. Если вы едите небольшую порцию и все еще голодны, и в еде лишь пустые калории, или, например, пять маленьких порций пустых калорий с сахаром, вы однозначно будете чувствовать постоянный голод и тягу к определенной еде. И метаболизм замедлится просто потому, что вы сокращаете калории, но нутриентов вам не хватает. Здесь главное именно нутриенты. Ваши порции должны быть большие, но в то же время сбалансированные и питательные. У меня есть видео на эту тему. Далее. Кетосыпь. Как правило, тут две причины. Возможно, печень от чего-то избавляется. И обычно это из-за того, что вы теряете много жира. В организме токсины накапливаются в жире. Поэтому они выделяются из жира, циркулируют в крови, в лимфатической системе и проявляются в виде сыпи. Так как с этим бороться? Потребляйте большое количество овощей. Их должно быть действительно много, чтобы компенсировать побочные эффекты от сжигания жира. И бентонитовая глина. Принимайте её натощак. Бентонитовая глина интересна тем, что она похожа на маленький кусочек глины, который абсорбирует, собирает вокруг себя частиц в 20... Нет, в 2000 раз больше своего веса. Словно мощный магнит для токсинов или губка, которая их притягивает и не даёт им оставаться в тканях. Бентонитовая глина. Вода с лимоном и яблочным уксусом. Во время голодания не проблема. Не отказывайтесь от неё, это не проблема. Повысится ли холестерин? У некоторых людей да, потому что жировая клетка состоит из холестерина и триглицеридов. Организм может сжигать только триглицериды, не холестерин. И у некоторых людей, особенно у тех, кто теряет много веса, 20-30 килограмм — это довольно много, может быть высокий уровень холестерина. Я оставлю ссылку в описании, чтобы вы могли получить полную информацию об ЛПНП, ЛПВП и вообще холестерине. Не беспокойтесь об этом, если вы всё делаете правильно и едите много овощей. Это просто лишний холестерин выходит из жировой клетки. Он должен выйти, пройти через печень и через желчный пузырь. Далее, кето-грипп или кето-усталость возникает при истощении запасов калия и витаминов группы В. Если восстановить нехватку с помощью электролитного порошка, к примеру, или пищевых дрожжей, всё пройдёт на раз-два. Что ещё может произойти? Не хочу особо вдаваться в подробности, но, например, может повыситься шанс возникновения камней в почках. Цитрат калия полностью с этим справится. И то, он понадобится, только если вы не получаете достаточно калия из овощей. Но это явно не про вас. Вы же едите овощи. Рекомендую ли я программу во время кормления грудью? Вообще-то нет. Во время кормления грудью не стоит сидеть на диетах и пытаться сбросить вес. Вам нужно максимизировать своё питание, а не беспокоиться о голоданиях. Тем более, что из жировых клеток и так много чего выходит. То же самое и с беременностью. Просто питайтесь здоровой едой и отбросьте все попытки похудеть или поддерживать вес. К слову, очень важно во время беременности иметь в рационе масло печени трески или животную печень травяного от корма, потому что если вы потребляете нужное количество витамина А не из таблеток, а из пищи, можно предотвратить множество проблем с зубной дугой, неправильный прикус. Вы же хотите, чтобы ваш ребёнок имел хорошую костную структуру и не был вынужден носить брекеты. Ему нужны витамины и микроэлементы, поэтому принимайте микроэлементы и жирорастворимые витамины. Масло печени трески, морские водоросли, натуральные микроэлементы. Можно ли на эту программу детям? Если у ребёнка действительно есть лишний вес, я бы, наверное, сказал «да». Но если нет, я бы посоветовал адаптировать диету, добавить, может быть, немного фруктов, не самых сладких, но я бы не особо волновался по поводу ягод, может быть, бананов, сладкого картофеля, ямс тоже подойдёт. Но вообще, их метаболизм такой быстрый, что им нужен какой-то крахмал, иначе они станут совсем тощими. Можно ли буллетпру в кофе? Очень часто задают этот вопрос. Некоторые пьют чашечку утром, чтобы не чувствовать голода, и это не проблема. Но если добавлять жир или кокосовое масло, это уже считается приёмом пищи. И это может немного повысить инсулина. Я это к тому, что попробуйте и посмотрите, как это повлияет на похудение. Неделю попейте, а потом неделю не пейте. И посмотрите, как это влияет на вес. У кого-то всё хорошо, у кого-то нет. Единственное, я бы заменил сливочное масло на кокосовое, и всё, сразу начнёте худеть. Поэкспериментируйте, но не пейте много кофе. Он стимулирует надпочечники. Чашечка утром — то, что надо. А что касается молока, то немного органического не навредит. Камбуча. Если вы пьёте камбучу, для большинства это не проблема. В камбуче может содержаться от 2 до 10 грамм сахара. Убедитесь, что в напитке не более 2 граммов сахара именно на одну порцию. Это один из продуктов, который потенциально выбьет вас из китоза. А может и не выбьет. Попробуйте. Но для тех, кто ищет замену алкоголю, я бы это рекомендовал. Возьмите бокал, выпейте. В нём есть газы, текстура, как у пива. Он расслабляет. Но не пейте много, знайте меру. Если вы пьете слишком много, это может повысить кислотность слишком сильно, сбить PH, нарушить дыхание и спровоцировать бессонницу. Итак, информации много. Это основные вопросы. Поделитесь своими мыслями в комментариях. И спасибо за просмотр. Продолжение следует...